всех наших радиослушателей словами мир вам и вашему вниманию следующая программа это передача наше время передача этот в этом эфире и наш номер телефона для ваших звонков и рекорд города скромента 916 429 7635 приветствуем вас братья и внимательно внимательно слушаем приветствуем вас дорогие радиослушатели дорогие друзья в этот вечер нам очень приятно осознавать что мы вновь собрались для того чтобы читать и слова господне для того чтобы размышлять рассуждать и прежде чем мы начнем нашу радиопередачу я попрошу брата леонида совершить молитву и будем продолжать великий господь наш мы сердечно благодарны что ты есть для нас что ты открылся не когда как спаситель как бог как лучший учитель руководитель нашей жизни и ты позволяешь нам собираться вокруг слова твоего чтобы вникать себя учения духовно возрастать и брать необходимые уроки для нашего духовного хождения при тобой вот сегодня ты собрал нас здесь благодарим тебя за это и просим благослови наши сердца наш разум чтобы наши рассуждения были угодны тебе чтобы ты сам руководил нами и был виден и прославлен благослови наших радиослушателей чтобы сегодня они могли также подключиться к нам сказать свое мнение задать вопрос рассказать стихотворение чтобы у нас все это было по-семейному просто и во славу твоего святого имени руководи нами просим слава и благодарения тебе за все великому любящему богу отцу сыну и святому духу аминь аминь дорогие друзья пришло на сердце на мысль вернее пришла такая мысль по рассуждать на такую тему мы все вот здесь находящиеся мы все люди верующие мы в свое время пережили рождение свыше мы чувствуем и ощущаем присутствие духа святого в нашей жизни в наших рассуждениях в нашем наших во всем хождении как перед господом богом так и перед людьми и в семье ну вот у меня такое а как бы переживание в том что как в то время когда иисус христос ходил по земле израильской по палестине ходили с ним ученики его он пытался и как-то старался объяснить и изъяснить смысл его прихода смысл вообще его деятельности на этой земле он показывал своими действиями в исцелении больных в даровании зрения и слуха тем которые не имели этого ученики все это видели все это они понимали прилагали это все к сердцу своему но вот одно одно почему-то ученики никак они не могли вот как бы вложить в сердце свое и в разум что значит вообще приход их учителя на землю вот когда он им говорил я читаю из евангелия марка 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 из девятой главы 31 стих он учил своих учеников говорил им что сын человеческий предан будет в руки человеческие и убьют и убьют его и по убиению в третий день воскреснет но они не разумели сих слов а спросить его боялись вот казалось бы вот после того как он сказал им что предан будет в руки человеческие будет бит будет уничижен убьют его и в третий день воскреснет но вот здесь уже я так думаю что нужно было бы уже ученикам сказать учитель объясни нам пожалуйста что значит воскреснуть но они то что сказал учитель они не поняли а спросить боялись боялись да так вот на сегодняшний день почему мои вот и тема сегодняшнего нашего рассуждения и переживания мои о том что многие посещают церкви не будем брать динаминации название церкви посещают церкви раз посещают церкви то значит они верят в бога ну по крайней мере они слышали о боге и знают что уж господь бог должен быть ну но не так где в театрах там или где-то еще в увеселительных местах а в церкви идут в церкви идут к народу божьему нравится нравится пение порой нравится проповедь такая содержательная убедительная да хорошо красиво говорит да ну вот хорошо а смысл не понимают о чем говорят именно что под для чего иисус христос приходил на землю вот если бы они это понимали бы они наверное бы не просто говорили бы да красиво говорит да ну убедительно да ну ну с этим согласен с этим не согласен да но они многие и даже возьмем молодежь дети которые даже принимают крещение но смысл и значение прихода на землю иисуса христа его страданий смерти и воскресения так и и закрыт для них так они объяснить и не могут брать и может быть я в чем-то не прав давайте мы порассуждаем вот на эту тему что думаете вы да я сам Михаил об этом задумываюсь часто вот сам сталкивался например с ребятами работаю в рэп-центре и они значит как-то несколько раз пришлось им объяснять о рождении свыше я им объясняю вот о некадемии о том как это происходит в жизни как реально следующий раз когда прихожу неделя проходит я у них спрашиваю поняли что-то а ну-ка расскажите мне вот что такое рождение свыше или вы родились свыше нет расскажи нам снова и знаете я ну как бы два три раза рассказываю потом говорю ребята я одну и ту же вещь могу рассказать десятки раз я могу я это не то что не то что вот как бы мне тяжело или я чем-то вас укорю но практически есть вещи которые надо пережить вот и действительно их нужно не просто умом понять заучить наизусть выучить как рассказывать вы должны это пережить вот это рождение свыше или жизнь божия она должна открыться вас самих вы должны жить эту жизнь божию и воды и тогда понятно я в этом уже спрашивал когда как как все они вот объясняют уже так как как они но как они это пережили что-то они мало еще пережили но но объяснять вот знаете когда я рассуждаю когда например а приходе миссии люди достаточно много тогда знали всяких разных вот но признаков пришествия миссии потому что им объясняли что вот миссия когда придет он сделает вот это вот это по крайней мере как как минимум четыре вещи они должны были знать каждый человек каждый еврей должен был знать четыре вещи чтобы сравнить что пришел миссия но когда миссия пришел они его не узнали найти они его не узнали вот я когда смотрю эту картину думаю про нас самих мы знаем что что иисус христос скоро придет мы знаем признаки последнего времени, мы знаем, что вот так, вот так будет, как Христос говорит, что вот такие признаки моего прижествия. Но хочу заметить, что многие из нас абсолютно не представляют, как это будет. Да и сам я вот так, если ловлю себя на слове, думаю, как это будет восхищение на облаках, как мы будем там держаться, в каком теле мы будем на облаках, будет ли нас тянуть земля, как это будет, мы его там представить не можем практически. А реально, вот мы знаем, пришествие Иисуса Христа скоро, оно приближается, мы увидим Иисуса Христа. И может быть такое, что Иисус Христос уже будет очень близко при дверях, а мы его не узнаем. Вот это очень страшно, очень страшно. Ну, то, что мы его не узнаем, конечно, для нас, верующих, это, ну, будет со стороны тех, кто нас знал, это будет каким-то парадоксом, что вы всю жизнь веровали, верующие и проповедовали, и вдруг вы своего учителя и не узнали. Да. Конечно, вполне возможно, что если не исполнить повеление Иисуса Христа, но что говорю, говорю всем, бодрствуйте. Вот если действительно вот это положение, не бодрствование, оно и, конечно, может повлечь за собой такое положение, что пропустили, не узнали или не успели поднять лица своего, как говорится, к небесам, все время были заняты вот в работе, в труде, в бизнесе, что порой и некогда в собрание пойти. А уж если пошел, то разве что только на преломление. И то так, я уже так разговаривали мы с друзьями, что скоро, наверное, будет и хлебопроломление, драйв-тру делать. На машине, вылазя из машины, будут подъезжать, им будут подавать стаканчик там, глоток вина, и на тарелочке хлебчик, и поехал. И поехал. Наверное, вот к этому так вот время идет. Действительно. Пожалуйста, Леонид. Да, мы прочитали место Священного Писания, где Иисус беседовал с учениками, и, конечно, мне тоже немножко непонятно, как это так, они боялись спросить Его. Ведь мы знаем, что Иисус, Он всегда был добр по отношению к ученикам, и у Него такие взаимоотношения, крылья, 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 он старался говорить о Царстве Небесном. И здесь вот Евангелист говорит, что они боялись. По-видимому, в это время их разум был занят чем-то другим. Читающие Евангелие помнят, что порой они между собой начинали спорить, кто больше из них будет, кто главнее. Это, наверное, после того, как он умрет, воскреснет или не воскреснет, это уже вопрос. А если его убьют, кто будет старше? По-видимому, они вот заняты были своим, и тут выражение такое «боялись спросить». Мы сейчас живем во время, когда мы ожидаем приход Христа уже второй на землю, и очень важно, чтобы мы не боялись спрашивать, когда нам что-то непонятно. действительно бывают такие моменты, как вот брат напоминал, беседуешь с людьми, рассказываешь о чем-то, говоришь, так это стараешься, чтобы они сами почитали. Потом встречаешься в следующий раз опять эту же тему, и замечаешь, что они как будто все забыли. Она как будто для них какая-то новая. Как будто опять что-то новое, что-то непонятное. Не зря Господь уделяет внимание, обращая к верующим Слово Своё и говорит, да не отходит книга сия постоянно от тебя, но поучайся день и ночь. Очень важно, чтобы верующие, имеющие веру в Иисуса Христа, постоянно пребывали в учении Евангелия, читали, вникали. Я вспоминаю свою молодость, когда я обратился к Господу, и мне начали предлагать проповедовать. Для меня тоже это было очень страшно, потому что я не знал еще хорошо Писание. И как-то Господь, и я сам пред Господом поставил себе задачу. Я брал учебник Евангелия, для меня он был учебником, брал карандаш, и читая главу за главою, каждую мысль подчеркивал, поставил вопросительные знаки, где мне было непонятно. И потом старался найти братьев, которые уже опытные, служителей, проповедников, и спрашивал, что здесь говорится в Священном Писании, что Господь имеет в виду, когда Он об этом говорит. И когда уже братья мне объясняли, и очень хорошо, когда в церквах существует разбор Священного Писания, когда все участвуют, добавляют что-то, мы рассуждаем, может быть, даже немножко спорим, и приходим к единому пониманию истин Евангелия. И это мы запечатляем в своем сердце, в своем разуме, и уже основные моменты Евангелия для нас являются фундаментом нашей веры. И тогда, когда со временем мы уже это все, как говорится, принимаем, укрепляем, тогда уже никакие силы не смогут внести какое-то сомнение, если мы имеем твердое упование в веру в Господа Иисуса Христа. Сейчас мы приближаемся к празднику Рождества, Рождества, Рождества Господа, и, конечно, на эту тему тоже мы много говорим, рассуждаем. И действительно, брат заметил передо мной, что евреи, которые ожидали Мессию, они по сей день ее ожидают. Где-то недели три назад мы были на общении в доме престарелых здесь, в Сан-Франциско, где в основном евреи, и тоже рассуждали, читали Священное Писание, беседовали с ними. Ну и как один они говорят, что Христос – это ошибка, что они ждут прихода своего Мессию, и он скоро придет. А праздник рождения Иисуса Христа для них – это тайна, это закрытое, это что-то такое, что они абсолютно не могут понять. Просто их жалко. Пусть Господь благословит верующих в наших церквах не бояться, не стесняться, но если что-то непонятно, задавать вопрос, чтобы действительно в наших церквах вот этот вот фундамент понятия доктрин Библии, он был, ну, конкретный, это, конечно, будет здорово. Дело в том, что по поводу того, что сказал Игорь, что, ожидая, мы не узнаем Иисуса Христа. Узнаем, брат, знаешь, почему? Потому что в послании к Фессалоникийцам, в первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, с 15 стиха написано, «Ибо это говорим вам, словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, они и предупредят о том, что Господь грядет, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых вместе с Ним, восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе. Только потом, когда мертвые воскреснут во Христе, только потом те, которые оставшиеся живущие на земле, будут восхищены вместе с верующими». Это место Пусания, которое мы взяли за основу, ибо учил своих учеников и говорил им, что «Сын человеческий предан бред». Так что, если вас не смотрят, то тогда вы дали, может быть, против, кто-то, 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 кто-то. Но хочу сказать, что книга «Авгонимович, Лоб, приходится в 30-90-37-м. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не внусят свердикально, чтобы видят Царство Божие, пришедшее в силе. О каком Царстве можно говорить Христу, пришедшем в силе? Увидим кого? Христа. В прославленном теле. То есть, Царство Божие и весь Самый Иисус Христос, когда Иисус Христос выходил на служение в 1-й главе Марка в 15-м стихе. Ибо приблизилось Царство Божие, да? Покайтесь и берите в Иваново. То есть, Самый Иисус Христос и есть тот Царство Божие, о котором Он и рассказывал. Здесь, в этом стихе Он учил учеников, уже учил учеников о том, как это Царство, Царство приобреталось, приобреталось самим Богом для искупления человеческого человечества. Приветствуем, дорогие друзья! Мы приглашаем вас в наш магазин по Сипик Христу, который находится на 6101 в Ватах. Здесь вы можете приобрести мебель, посуду, одежду и много чего другого. Все заработки магазина идут на мастерские служения. Также вы можете принести вещи, которые вам очень не нужны. Сейчас мы имеем много кристовых вещей, которые вы можете приобрести за хорошие цены. Приходите, поддержите мастерские служения. Христос звонит простому мобильному, изгоняется сей рот. Вы теряетесь в потоке импорта. Вы не знаете, где найти самое лучшее. Экономьте время и деньги с нами. И задать. Тут вопрос не в этом дело, что боялись это задать. Вопрос заключается вот в чем. Что мы, поскольку наша передача называется «Наше время», встречаем людей даже в церквах. Распространяется бесплатно о смысле цепи прихода Иисуса Христа. И есть такие, которые откровенно говорят, ну, как, ну, вот, ну, спасти грешников, ну, вот, пролить кровь. Не больше. А те, которые, вот, молодые принимают крещение, им задавали вопросы, смысл и значение. Так и не могли ответить, несмотря на то, что они проходили курсы подготовки на каще. Ну, я думаю, что это истинно откроется, вот, как брат сказал, когда человек, как говорится, слышал. Это действительно так. Это то, что Бог открывает, это ту радость, когда человек рождается, вот, когда рождается, слышит, наполняется сердце радостью, неописуемо радостью. То, что приобрел то, приобрел то, чего он, чем, ну, передать его словами, передать это все, а только вы решите это, это возникло. Понимаете, смысл еще раз в чем? Что, дети, верующих родителей, ну, ваши, мои дети, в любом случае, долгое время не понимали, почему я, выросший в семье верующих, тоже в церкви каятся? Почему? Долгое время не могли бы, вот, уложить, как кажется, себе, понимание такое, что, ну, как это так? Я из детства верующий, родился в своей семье, верующий. Я и, я верующий. Очень просто задаю вопрос, постоянно ли вы послушные родители? Ну, это само собой, это само собой. Ну, вот, в общем, они, поскольку уже, быть может, когда в возрасте там, так, приближающие, тренейзеры им же, возрастают, когда они где-то что-то, куда-то окунуться, и что-то попробуют, или где-то что-то увидят, когда они понимают, что они грешники. Да. Вот тогда уже у них появляется страх, что они, если это будут продолжать, то они уже в Царство Небесное, конечно, не выйдут. И поэтому, вот, этот страх перед этим, как бы, постадает, 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 чтобы в церкви, или там, где на общении совершить покаяние. Но, поскольку мы начали вопрос с того, что не понимали ученики, когда, вот, Христос им объяснял смысл и значение, что должно, что произойдет, они не понимали. Многие ли сейчас понимают, вот, ты, там, сказал, что, воскресенье, будет, что, мы не предупредим, то есть, не опередим. То есть, вот, пригласил Архангела, все услышат, голос Архангела, все услышат, последнюю трубу, наверное, все услышат, увидят, или как там, что будет. Ну, делаем ученки, что, а как же написано, что пришествие будет во мгновение волна. Не, нет, это изменится, да. И пришествие Сына Человеской будет, как вот, написано, что как волна. Вот, запада на восток, ее все увидят. Естественно, все увидят, все узнают, все это, почувствуют, ощущения. Ну, вот мы передачу ведем, и, я так думаю, что есть радиослушатели, которые, может быть, в чем-то сомневаются. А хотели бы задать вопрос. Есть возможность такая, пожалуйста, набирайте, если есть телефончик у вас, набирайте номер телефона 429-7635. Мы будем рады услышать вас, и пообщаться, и послушать ваше, ваше мнение. Знаешь, когда ты заговорил по поводу рождения свыше, рождение свыше, я вспомнил, как я покаялся. После покаяния, после покаяния, вспомнил то, то состояние, которое у меня было. Знаешь, вот ту уверенность в ту, которую усиляет Бог посредством своего Слова Бога, которое мы читаем, которое мы слушаем, вот уверенность в том, что Бог вошел в мою жизнь, вошел в меня, и изменил в меня. Вот эта вот уверенность, вот эта уверенность, то, что Он во мне, в Господне, настолько она перевернула всю мою жизнь, настолько она изменила все, изменила мышление, изменила разум, изменила общение, круг общения, изменила все. Совершенно стал смотреть на другими глазами. Поэтому я думаю, что именно тогда, когда человек рождается, слышал, он тогда знал, для чего Христос пришел в мою жизнь. Для того, чтобы спасти прежде всего. не надо ее, не все. Так, но опять же, превращаемся к нашим детям, к нашим детям. У вас еще, дети там поменьше, у нас постарше, но мы привыкли, но мы привыкли, что дети, начиная, вот, я наблюдал за мной семьей, у нас в нашей семье, да, у них сейчас 5 родителей, и, я думаю, каждого, который, как родители, наносили на классное время, и как они, вот, вырастали, и уже, и старше, уже, где-то лет 14. Вот, 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 что интересно, что, вот, дети, порой, по накатанной, как бы, дорожке, вот, уходят сначала, в воскресную школу, потом, там, дальше, потом, больше, потом, их уже там, где-то, в общении, потом, где-то, в кепе, потом, они, значит, где-то там, общаются, там, покаяние, там, или еще, что-нибудь, но, что интересно, а некоторые, некоторые, по сей день, уже выросли, уже взрослые, а все думают, что, а зачем, а смысл, значение, так и не понимают, Рождество Иисуса Христа, да, историю, они знают, как это было, знают, все они расскажут, а смысл, и значение, страданий Христов, смерти Его, и воскресенья, так, или, или, они не хотят понимать, или же им просто, ну, закрыто, или как там, я не знаю, давайте вот на эту тему поговорим, чтобы наши радиослушатели, могут быть, может кто-то, кто-то, или первый раз подключился, или, может быть, в семье, ну, есть же и верующие, кто-то не верующие, ребята, интересующиеся, вот давайте мы сейчас вот, в преддверии вот этого праздника Рождества Христова, вот давайте мы сейчас войдем, как бы, экскурс сделаем, от пришествия Иисуса Христа, приход Его на землю, и потом уже Он вышел, и идет уже со своими учениками, вот давайте вот, знаете, полчаса, мы давайте пройдем, сейчас вот, отъясни, и, ну, за голову мы не дойдем, еще время у нас не хватит, конечно, да, дело в том, что рождение Иисуса Христа, рождение Иисуса Христа, на сколько раз начинаешь, по-моему, это, 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 это событие, но и раскрывает это событие, потому что, я не знаю, книга книга, по-моему, это самая удивительная книга, которая, которую, когда он читал, на самом деле, и меня спрашивают, ты что, читаешь только одно? И в этом думке, человеку, который не забыл такой вопрос, я просто, надо слушать, но если ты начнешь читать самую интересную книгу, ты его не дочитал до конца, или начнешь читать что-то, не, говорит, отвечает сразу, не, так вот, Библию я до сих пор прочитал, потому что, всякий раз, когда я ее читаю, каждый раз, она говорит, но и дни вчера, все еще как-то, она говорит, по-моему, открывает финальное тое, что необходимо мне в жизни, дам мне спаси, даме спаси, даме спаси даме спаси Создать вам будущность и надежду. Смысл прихода на землю Иисуса Христа – это великая милость Бога Отца к человечеству. Мы знаем, что Бог разговаривал с Израилем или со всеми любыми чьями из Израиль и брал определенных людей, значит, Моисея, Абрама. Мы знаем, что там были служители, которые совершали служение. Но все те жертвы приношения, и что закон, который был дан Израилю, не смог привести Израиль к совершенству. И Священное Писание говорит, что Бог имел гораздо больше, чем из Израилем и ко всем людям, которые Он воплотил в совершенстве Сына Своя, Иисуса Христа. Тебя я ждал, гряди мой Боже, Аллилуйя. И вот сегодня мы, так как Ниша поставил тесну, мы можем пройтись определенными местами, чтобы посмотреть, в чем же смысл. Следующее место я предлагаю им Иоаннове Амбуки. Мы видим, что Ангел начинает открывать уже в Новом Завете, он начинает открывать смысл. Простение и назначение Иисуса Христа, Иоаннове Амбуки первой в Новом Завете, и сказал им Иоаннове Амбуку из Марии Амбука, не бойся, Мария, ибо ты обрывал благополучие Бога, и его за счет вошеле, и прописано, и наречен Его Иисус. Он будет велик, и наречен за сыну, и уисима, и дашь им Господь Бог присутствует, и отца им, и царство быть на ноге пьян, и царство его, и уисима, и уисима Амбука. Маме, люди, что мы знали, и Бога, от определенных пророкий, и повышали, но люди не знали, какого мы уисима Амбука. И вот, священное писание, через ангелов начинает открывать нам назначение прихода Иисуса Христа. Во-первых, оно чудесное, но неожиданное, необычное, обычное, а то мысновенное, и неожиданное, и неожиданное, но неожиданное, но чистое, но чистое, безбрежное, а во-вторых, много, много на хранит себя, и бесконечное, и дает первое кровение, что родится в чудесную кровь на западе ее, владенец вес, много, хуже, бесконечного, и неожиданное, и этот младенец будет всем младенцем, что он врач не младенцем, и неожиданное, назовется сыном Всевышнего. А вот обыкновенный младенец, и он называется сыном Всевышнего, сыном Бога, и даст ему, этому младенцу, Бог, крестолу Давида, Царь. А трудно быть счастливым, когда по Родине скучаешь. Ты заскучал по Беларуси, где бродит скромная весна, и крыши плачут звонкой грустью, жару увидев в сладких снегах. Там все не броско и не ярко, как акварельные моски. Лесных дорог сквозные арки молчат в объятиях тоски. Но скоро глянет звонка лета, зеленой песней соловья, и будет музыкой согрета вода кристального ручья. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израильева, и Дух Святой был на нем. Там нет печальной скуки груза, а лишь блаженство в чудесах. И пришел он по вдохновению в рам, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить на нем законный обряд, он взял в руки благострела Бога и сказал, «Ныне отпускаешь рамат твоего, владыка, послова твоему с мира, ибо видели отчимы и спасение твое, которое ты уготовил предельцом всех народов. Свет прозвещению сыщиков и славу народу твоего израиля». ПЕСНИ СОЛОВИННЫЕ ПЕСНИ СОЛОВИННЫЕ ПЕСНИ СОЛОВИННЫЕ ПЕСНИ СОЛОВИННЫЕ ПЕСНИ СОЛОВИННЫЕ ПЕСНИ СОЛОВИННЫ ПЕСНИ СОЛОВИННЫ Люди, которые избавлены от греха, Детство посынутое, Особо пущится без обоих, О значении Иисуса Сельскими дорогами Создать церковь, Детство посынутое, И средиться тем, у кого в эту церковь, Чтобы церковь стоял на месту, Просто как слушательный, как подражательный, Но чтобы церковь посынутое, Чтобы церковь осолял эту землю, Сельскими дорогами Прямо небосвод, На котором строится вот это вот здание, Церковь и гостерства. Это не начало моего рассуждения, Теперь, чтобы праздновать, Как вины и мусы, Еще не знаю, что ангелы поступают. Здесь вроде бы, Тут назначение тоже есть, И порой не родился, Там же главный бог, И до дачи спасительств, Которым есть Христос дошел, И там дальше 14 стихов, Слава, душа, Выберетность, Примирь, Людям, Благоволение, Знай, Что с тобой Христос, С рождением Иисуса Христа, На землю пришло, Что с тобой Христос, Какой линии, И мульт примирения человека с Богом, Потому что человек примирится с Богом, Без Христа, Ты без шелка уберешь, Поэтому ангел возвестился, Какой линии, Это линии, Тот, который примиритель, Посредний, Что с тобой Христос, Между Богом и Человеком, Господь Иисус Христос, Знай, что в жизни клаванное, Со времен, когда Моисей, Когда Господь через Моисей, Что с тобой Христос, И там точно было расписано, Что с тобой Христос, Какую жертву, за что и когда, Сергей, С тобой Христос, Хорошо, С тобой Христос, Тот, который Иисуса Христа, Жертвы приносились, И что интересно, Вот жертвы приносятся, Богу молятся, А дальше что? Опять грешат, Опять приносятся, Ну, 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 Это понятно, Что опять грешат, Оно грешат и сейчас, И сегодня, И сегодня, Иисус Христос, Это все было, Но что интересно, Вот одно, Что, Да, Богу молятся, В храме поклоняются, Жертвы приносятся, А дальше что? В сне в тиши ночной, Какой финал, Конец жизни, Живущих в небе, Что их ожидает? Они понимали, Что их ожидает могила, Их ожидает приискутник, Остался царь греха, А заieranю Господь моэсии Я жизнь не вец, И во всехsten ты поет, М aus wear, Они не сны, Не знали ничего, И не знали, Абрама, Исаака и Абрама, Бог не есть Бог, Бог не живет Бог. Вот это когда-то не давало никакого стимула в последующих веках взять во внимание, что люди, умирая, они потом продолжают жить. Но где? Это она волновала, когда у людей даже он хвалился, там написано, что умрет человек, который будет легко жить опять. То есть всегда и во все века это интересовало. Исус, целик сквозь крыла, стал сердце вратим день. Исус, как он был, а дух возвратится любовь, который дал на Богом Голгофе. Исус, целик сквозь крыла, не останавливаясь. Да, но в конце он был такой, 12 главе, 13 стих, выслушал сущность силы. Бойся, мыло, ты заповеди его соблюдаешь. Потому что в этом все для человека. Все правильно. Все правильно. И если бы люди могли бы ослабить вопрос, что такое все, Исус, целик сквозь крыла, не останавливаясь. Исус, целик сквозь крыла, не останавливаясь. Исус, целик сквозь крыла, нежели не приносят, когда доброник, как антес, как клянущимся, так и боящимся. Ах — это так, куда всё остается, по-моему. На снг сквозь крыла, не останавливаясь. Исус, целик сквозь крыла, и все, которые знали. Как о — взоруincи, как клянущимся, так и боящимся крыла... Это, так, куда вам всё успеется по сути. Сиянье там ненужно, и голоса. Господь святым лицом Своим Все дивно осветил. Он обнимый Иерусалим Отвечный Бог оси. Он обнимый Иерусалим Отвечный Бог оси. Он обнимый Иерусалим Отвечный Бог Он обнимый Иерусалим Отвечный Бог Он обнимый Иерусалим Он обнимый Иерусалим Он обнимый Иерусалим И надо предпустишь праздничный Господь, приготовить пути, дать в розуме народу его спасение от вращения и клюковни. По водоутробному милосердию Бога силы, который посадил нас в гости сошли, просветутся в наших волкне и тени смерти, сестра и вращения, вовремя, вовремя, вовремя. Посмотрите, получается, практически люди все, и евреи, и язычники, находились в хромешной дне, без надежды, без упования, без всякого смысла жизни, без всякого смысла жизни. Они были жертвы, они были в подъех. Я знаю, когда он считал, как раз это лучшее общество, всего эпизианство прочел. Кашка, хруст, умираючи, чуя крик журнаврят. Боже, журнаврят, собою вислить к мене, сибирский страшный птиц, небо на стопке нет. Боже, журнаврят, собою вислить к мене, сибирский страшный птиц, небо на стопке нет. Журнаврят, собою вислить к мене, сибирский страшный птиц, небо на стопке нет. Каждый день невозят слогие Пошли на ближайшие грабли Солдают из них ТНС Сибирский снаждый клы Невозят кровь Невозят кровь Невозят кровь Невозят кровь Что ниже Бог не создал Нашу жизнь для жизни Он просто Привезу на ближайшие грабли Всего мою жизнь в них Невозят кровь Невозят кровь Невозят кровь Невозят кровь Невозят кровь Он великий Уровни Я свою жизнь Невозят кровь Невозят кровь Их Невозят кровь Невозят кровь Невозят кровь Невозят кровь Невозят кровь У нас есть телефонный звонок Пожалуйста, мы слушаем вас, говорите Приветствую вас, братья Приветствую Вы затронули тему Для чего пришёл Христос на землю Можно прочитать? Я без комментариев просто прочитаю. Пожалуйста, и комментарии тоже прилагайте. Евангелие от Матфея, 5 глава, выключи. 5 глава, 17 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо издевля, ни одна иота или черта, ни одна черта не придет. И так она пока все, пока не помнится ничего. Дальше читаем, знаете, что я пришел нарушить закон или пророков. Когда читаем Галатом, мы читаем 3 глава, 16 стиха, 18. Ну а Аврааму даны были обетования и хересистос, не сказанное и потомкам, как бы о многих, но как об одном. Ищение своему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом Уживенного, закон, явившийся спустя 430 лет, не тумя и так, чтобы обетование потеряло Симу. Ибо если по закону наследства, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал сие по обетованию. Для чего же это Бог? Он так поздний, по причине преступлений, но при то времени пришель в те дни, которые находятся обетования, и преподав через ангела в рукою по третикам. Четвертая глава. Но когда пришла полнота времени, Бог позлал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону. Для чего? Чтобы искусить под законы, чтобы нам получить установление. Когда мы читаем, сайверяемый, седьмую главу, 4 стиха. И мы известно, что господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Маефей ничего не сказал относительно священства. Было закрыто в то время. И это еще и с ней видно из того, что по подобию Мелфиседека восстает священник иной, который в таком не по закону заповеди плоской, но по теле жизни непристающий. И мы возле действия, что на священник в одежде подчину Мелфиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон его не довел до совершенства, но входит за лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Когда летаем в пятую главу, 1 стих, закон имеет честь будущих благ, а не самый богатый стих. Одни люди с новыми жертвами каждый год постоянно приносили молитвы. Никогда не может сделать совершенными приходящих стилий. Выход какой? Считаем 10 глава, 12 и 14 стиха. Он же, принесший одну жертву за грех, навсегда воссел одесную Бога. Ожидая за тем, как волю враги, его будут положены подножья и ног его. О врагах еще вопрос рассуждать нужно. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящениями. Аплодисменты, о чем приводится к вам в тихом святой? У меня все. Спасибо. Спасибо. Ах! Если очень одно хорошее место писания, 10 глава, 4 стих, 3 стих, 3 стих, ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь тому, кто распят и воспрежден, они не покорились праведности Божией, потому что конец Господа Христос, Божий Сын. Аллилуйя, соткавшему нити времен, но это апостол Павел разъяснял уже тогда, когда Иисуса Христа уже не было на земле, когда Он уже воскрес, когда Дух Святой уже был постом на апостола, когда уже вот эта сила, побудительная сила к объяснению и разъяснению писания и простившему грех опять-таки из чуда Христа, из Ветхого Завета, Аллилуйя, грядем, читали на Христе, из Ветхого Завета, не устанут, Господь, тебя славит, жертвы приносились, Богу поклонялись, вроде бы молились, все, а дальше тупик, а дальше была вот эта тень смерти, а не во тьме, во тьме какой? во тьме неведение, а что же будет дальше? А дальше они не знали, что это было, когда Иисус Христов пришел и начал объяснять им смысл. Иисус Христов, но тут они встретились как раз-таки и смоткнулись в обменный запад, который их христос не процитировал. Они, когда услышали иисус Христов, иисус Христов, иисус Христов, а спорил иисус Христов, идиный мир, то, может, они никак, никаким образом не могли вложить тебе в полное сердце, что пришел Сын Божий Вот, 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 на землю для того, чтобы изъяснить и Писание, и зеркать им своей веры, и даровать им, принести свет в просвещение язычников, чтобы даровать им надежду, как сегодня прочитал, «Дорожность и надежду», что Иисусе Христе, вот она, надежда на спасение, на жизнь вечную. По обществу заводных праведников, не было тупика. Почему? В одной причине – потому что все эти заветные праведники, все радуют нам на улице Тестаново, от упорщающего и сватаяния, и здесь, на праведнице, на Иисуса Христа. Моисим говорит, воздвиги пророка, его служить. Правильно. Потому что он был в другом вести писания. Кого? В другом вести писания он знал, что Христа, потому что апостол Павел послалил, что отрекся от царства. И не сковаться всегда в очереди фараоны. Да. И почитал за них о прошении Христа. Почему? Потому что я думаю, что Моисей видел грядущего места рождения. Искупитель, который искупит Его и все остальное. Я также думаю, что Авраам видел это же самое искупление. Потому что Ева родила сына. Когда она сказала, Каина была, когда пьянца своего родила, она сказала, что при этом мое время преодолела, что от Бога, да? Но Каина думала, что днем будет избавлено через этого. Но, братья мои, об этом поговорим как-то в другой раз. Поэтому все редко заблуденные правды, все редко заблуденные правды, они ожидали Спасителя. Они знали, что Он там. А вот то, что... Знаете, вы приняли об этом шоу, так говорится, поговорили и поспорили. А вот автор послания к евреям пишет, что все они не получили отличие показания. Но они... А что? Нет, они... Все это воздаяние. А какое воздаяние? Для них это было сокрытие. И Он говорит, по почту вижу Тебя, Господи. Спасибо. Мои глаза, мои горды, да? Мои глаза другу увидят. Правильно. Правильно. Согласен. Но о том, что именно через Иисуса Христа придет спасение. Через Иисуса Христа. Но, ладно. А другого какого-то какого? Спасителя. Его... 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 Иисуса Христа. Спасителя. Он уже так и говорит. Воочию вижу... Спасителя. Журавли улетают вдаль. Мне и стало немножко жаль. Их курлыканье мне все роднее. Песня грустная у журавлей. Я еще на земле остаюсь. В тишине сохраню твою грудь. Высь небес устремляю свой взгляд. А косяки все на юг летят. Елена Христа. Я не зная от цели ты там Христа Маркует территория. Тогда рядом с하기 rule в главу Стьюшенд favourite. Елена Христа. Песня. Увиду нам цели Jesús. Скоро, знаю, придется всем нам Улететь в неземной хана. В той стране, где нет горя и слез, И где царствует мой Христос, Мне сегодня на сердце пойми, Остаюсь я без журавлей. Не курлы конья, и все родней, И снегрустная у журавлей. Ввысь невес устремляю свой взгляд, А косяки все на юг летят. Журавли, вы как братья, как сестры мои, Скоро знаю, придется иметь Улететь в неземной стране. Журавли, вы как братья, как сестры мои, Скоро, знаю, придется всем нам Улететь в неземной хана. Журавли, вы как братья, как сестры мои, Скоро, знаю, придется всем нам Улететь в неземной хана. И здесь он прибывает, и наставляет, и научает. И тот, который интересуется спасением, Господь ему посылает возможность Услышать о нем. Да, слушаем вас, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, друзья, я приветствую вас. Приветствую. Сестра Лидия, я вас, я немножко, хочу вас остановить Немножко, Сестра Лидия. Я вот просто читала, как родилось сердце, Вот просто прочитал, Леня, это самое, Что там, как родился, он сердце прикладывал, Сиделся по сухам, хор небесный пел. Думаю, нас спасение. Вот. И можно стихотворение прочитать? Сестра Лидия, я очень извиняюсь, У нас осталась одна минутка. Алло. У нас осталась одна минутка, И мы поэтому не можем сейчас позволить, Чтобы в следующую передачу, пожалуйста, Смотрите на время и позвоните немножко пораньше, И мы с удовольствием даже два стихотворения ваши Послушаем и примем. А сейчас, друзья, мы, конечно, эту тему не закрываем, Мы еще об этом будем говорить, Но пусть Господь благословит нас, Чтобы мы, вот слыша эти предупреждения, Эти наставления, И эти, как бы, повествования о том, Как пришел Иисус Христос, Для чего Он пришел, И что Он совершил в моем сердце И в каждом из вас. А сейчас, друзья, мы заканчиваем нашу передачу, Помолимся. Господь и Бог наш, Мы благодарим сердечно Тебя и славим, Что Ты Бог наш. Благодарим Тебя, Что Ты благословил и хранил нас. Благодарим Тебя, Что Ты даешь нам желание, Чтобы приходить сюда, на это место, Чтобы общаться с нашими радиослушателями, Чтобы читать об имени Твоем, Читать о том плане спасения, Говорить, что Ты приготовил Господь. Слава Тебе, Ты был уготован и приготовлен, И рожден в эту землю, Пришел, принес это учение, Принес спасение всему роду человеческому, Ты умный за грехи всего мира И за грехи наши, мои, И воскрес и оправдание нашего. Слава Тебе, Господь, Глаза и нас, и сердца наши, Быть готовыми встретить Тебя. Мы не знаем, когда Ты придешь или отзовешь, Но помоги быть готовыми И быть ожидающим Твоего пришествия. Слава Тебе за все Бог, Отец, и вендух, и вендух, и вендух, и вендух, и вендух, и вендух, и вендух. Никто не страшен. Не рожден. Неспасобенно их, люди заняты, Их нельзя начать лечить. Посмотрите, слышите, в бою, Это лица лавы, ангелы идут. Ангелы и дети жизнь нам сохраняют, Ангелы и дети отбили, спасают. Душу освещают чистыми глазами, Сердце омываю светлыми слезами, Ангелы, ангелы, это дети наши, С ангелами рядом нам никто не страх. Ангелы, ангелы, в наших рук открыли, Ангелы и дети спасатели мира. Я прошу планеты, посмотри на небо, И возьми у Бога счастье солнца хлеба, И узнай, что дети, ангелы земные, Что спасают землю их сердца святые. Ангелы, 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 это дети наши, С ангелами рядом нам никто не страх. Ангелы, 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 в наших рук открыли, Ангелы, 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 в наших рук открыли, Что спасатели мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, Боже, прими мои ночи и дни Пускай в прославлении длятся они Мой голос возьми, я душой воспою Мой царь неизбывную славу твою Мой голос возьми, я душой воспою Мой царь неизбывную славу твою Коснись моих уст и да будет на них Желанная сладость посланий твоих Возьми мое золото и серебро Дай радость сотеть живое добро Отверж не устало мне просыпать позволь Целительной истины горькую соль Возьми мое золото и серебро Дай радость сотеть живое добро Открой мне глаза, чтоб смогла увидать Истоков небесного синюю гладь Возьми мою долю, в нее я волю Хоть каплей единую волю твою Возьми мое сердце, чтоб в дух мой вошел Пельменькаю радужной царский престол Возьми мою долю, в нее я волью Хоть каплей единую волю твою Тебе все отдаю Тебе все отдаю Тебе все отдаю Мой царь Любовь и дремя Чтоб неведая слава Она в твоем сердце Отныне цвела Возьми мое сердце Чтоб в дух мой вошел Полинкаю радушно Царский престол Мой слух отвори Чтоб услышала я Как жизнь не касается Правда твоя Мой голос возьми Я душой воспою Мой царь Неизбывную Славу твою Мой голос возьми И я душой воспою Мой царь Неизбывную Славу твою Мой царь Неизбывную Славу твою Мой голос возьми Я душой воспою Мой царь Низуевну, слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok